Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я продолжаю посевы и когда стала наводить себе раствор привикура, я вспомнила, что многие просили меня показать все подробно, как я делаю. Я решила вам показать. Вот привикур, он очень эффективный, им можно протравить землю, протравить семена. Я уже вам рассказывала о нем, о нем есть в специальном видео. Единственный его недостаток, что он дороговатый. Он в два раза дороже всех остальных, но зато безотказный эффект у него. Я развожу так. У него одна и та же дозировка. Если во многих других, я говорила, препаратах, что для полива мы используем одну дозировку, для опрыскивания другую, для протравливания семян третью, разная концентрация. Здесь мы всегда берем 3 мл на 2 литра. Когда у меня массовый посев, я развожу 2 литра. Когда я сею всего один лоток, мне хватает 1,5 мл на 1 литр. Литровую банку я развожу и все. Вот сейчас я буду разводить 2 литра. Я набрала 3 мл. Как использую капсулу? Первые годы я немножко не умела с ним обращаться. Я разрезала, как здесь по инструкции, вот здесь есть, где-то здесь, что обрезать его вот так вот, отрезать и набирать. Куда его потом девать я не знала и старалась быстрее-быстрее использовать. Теперь я делаю просто прокол вот здесь вот, в уголовке 1 на все время. И каждый раз, каждый день, когда мне нужен привикур, я в этот же прокол вставляю иголочку, набираю. Набирается он с трудом. Он очень такой гуще воды, он маслянистый. Такая у него консистенция плотная, такая густая. Набирается очень трудно. Вам сначала может показаться, что он вообще не идет. Но терпите, давите, тяните вот этот шприц, ручку. Он постепенно-постепенно заполнит ваш шприц. Вот. 3 мл я набираю, растворяю сначала в литровой банке. Вот вы, может быть, даже увидите. Видите, его даже видно, он от воды отличается. Я его, когда начинаю там растворять, он такими, как струйки привикура, видно. Потому что он маслянистый. Его даже выдавить сложно. Вот я давлю, и как воду его быстро не пшикнешь. Вот. Так же долго я его как набирала, так я его долго буду сейчас выдавливать. Он выходит с трудом. Я уже сначала маленьким шприцем пользовалась, потом взяла более большой, вот на 5 мл, с более толстой иглой. Все равно с трудом заходит и выходит он в этот шприц. Но зато это самый удобный способ набирать. Больше его никак не отмерить. Так, потерпите немножко. Все. После того, как я его выдавила, я его хорошо-хорошо размешиваю. Прям хорошо, чтобы размешался. И только после этого уже наливаю туда, где у меня будет полный объем, 2 литра. Все, потом я закрою сейчас бутылку. Еще раз ее хорошо-хорошо перемешаю, потому что еще раз напомню, что то консистенция его отличается от воды. Он такой жирноватый, густоватый. И вот этого объема мне сегодня хватит на целый посевной день. Я буду проливать бороздки, укладывать туда семена, сверху еще раз поливать этим раствором привикура из поилочки. И сверху закрывать землю уже без полива. Раствор привикура чем хорош? Что при его применении, если вы делаете массовые посевы, вот как я сейчас, у меня массовый посев перца очень много. Мне надо посеять несколько тысяч семянок. При массовом посеве можно не протравливать заранее землю и не протравливать заранее семена. Все я это буду делать во время посева. Пролив бороздки и положив туда, уложив вот эти семена, протравляется одновременно и земля, и семя. Потом, когда они взойдут, всходы, я еще раз делаю полив привикуром. И этого бывает, иногда вполне достаточно, для того, чтобы все посевы были от болезни предохранены. Все, вот это привикур, как я готовлю рабочий раствор. Шприц, банка и полторашка. Раствор на целый день я себе развела. Надо использовать его в день приготовления. Очень хороший, эффективный вот этот вот препарат.